подготовил себе еды чтобы во время поездки минимально тратить деньги на на нее на еду забрал с собой остатки кухонным пирога дозу риса жирненького с тушенкой сейчас еще сделаю пару бутиков с нутеллой вода и этого хватит на целый день подготовил вчера вечером велосипед помыл его смазал снял крылья для перевозки подготовил в общем погнали и 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 затарился еще углеводами быстрыми энергетиком сдал баночки склянки от прошлых энергетиков и купил новые 4 банки 1 у меня еще есть вот этот самый вкусный еще взял три короче еды набрал полный рюкзак как будто я не знаю куда собрался постараюсь вообще только на быстрых углеводах а рис не знаю выкину наверно сумку снять с велосипеда останавливаюсь а она на липучках верхняя часть сейчас еще на автобанде снесет будет нехорошо будет нехорошо друзья вот это вот сунька она просто на липучках ее может свист ехал я такие такие выехал не знаю куда я собрался на улице просто ураган поэтому я и мешкал я вчера уже все подготовился еду подготовил сварил рис купил сладости помыл велосипед смазал цепь в общем подготовился вчера вечером вообще целую неделю готовился к этой поездке ну бляха ветер ветер я хотел 200 проехать с роста кадышвирина и сегодня встал блять что за погода думаю да вообще не поеду потом сидел думал думал нет дох поеду и поэтому так поздно получилось уже 10 утра сейчас мне еще час ехать до швана это еще час и там короче это будет на целый день сегодня поездка друзья я вообще не знаю ли я справлюсь с таким ветром в общем 200 километров точно отменяются я выбрал целью 120-130 километров но плит стоит 58 ела тут скорость 50 вроде не сфоткал вроде успел затормозить в общем едем поздновато поздновато и ветрено очень ветрено поздновато потому что такие вещи лучше конечно делать рано устро рано утро с раннего утра тогда к обеду ты уже преодолеешь там 100 километров в легкую а если вот так в обед начинает то это будет сложно а все почему потому что я вчера вечером давай подготавливаться и алфгерект короче перевозбудился такой думаю блин сейчас не засну лягу и лег поздно спать в 11 часов получается и сегодня встал в пол седьмого и такой помятый и ветер и думаю блин что-то как-то а потом думаю нафиг у меня короче это вся неделя я фрай не работаю так получилось это сейчас будет целый день я буду тыняться тут тут это десятая а так ничего и толкового не сделаю а толковое я хочу уже разведать вот эту вот дистанцию в идеале сросток от швирина на велосипеде 200 километров в идеале но я еще теми маршрутами вообще никогда не ехал то есть я езжу часто в швирин на машине задумал этим летом уже начать где-то машину бросать на полпути и остальное отрезок оставшуюся часть ехать на велосипеде и думаю если я сегодня не поеду в разведку даже пускай не 200 километров там 60 или 100 60 говорю 120 100 то опять неделя зря пройдет уже июль начался короче опять ничего не сделаю и такой не надо ехать не поехал и сейчас буду под этим ветром просто подыхать взял с собой шапку короче блин июль шапку теплые носки куртку блин я такого не помню июля катастрофа еще вчера потренировался так плотненько я сегодня чувствую что крепатурка плечо болит локоть болит ну такая не самая лучшая физическая форма хотя мне казалось я всю неделю буду вкатывать вкатывать и к концу недели я уже буду полностью подготовлен на большую дистанцию походу надо было большие дистанции с начала недели начинать просто в начале недели еще была хуже погода сколько я за неделю за неделю то сегодня пятница проехал то всего ничего 150 170 километров всего-то навсего в полную неизвестность вообще не знаю будут ли там велодорожки потому что я в том районе вообще никогда не ездил на велосипеде и фактически я просто сейчас остановлюсь в первом попавшемся городе в который я ткнул пальцем на карте брошу там машину и дальше как есть есть там дороги в швирин велосипед или нету по крайней мере радует что хотя бы солнце иногда выходит но ветер конкретный конкретный северо-западный я так посмотрел это значит что туда он будет спину на обратной дороге в лицо что конечно очень плохо лучше бы наоборот что я снимал только что потому блин друзья я смотрю тут на материке не такой-то ветер хотя это здесь просто какая-то яма была вон там деревья калышится будь здоров ну в любом случае здесь поменьше ветер чем у нас вот посельковое поле прямо целое чем у нас возле моря мне осталось 11 минут ехать я заехал в какие-то ебени а тут уже такие узенькие дорожки две машины здесь уже не разменется но очень здесь конечно красиво красиво вообще в Микренбург форма самая красивая земля в Германии такая глубинка я бы мог уже машину где угодно бросить но я боюсь что я ее потом не найду надо ее бросать более-менее крупном крупные деревни или городишки каком-то потому что я немного не совсем хорошо подготовился я не зарядил свой powerbank и на случай если сядет телефон то я по навигации не найду свою машину а это будет блин это чревато я вам скажу если ты не знаешь где твоя машина стоит на огромной территории ты ее хрен найдешь где-то в лесу поэтому я хочу ее бросить в городе Шван это более-менее относительно крупный городок и не настолько крупный чтобы в нем заблудиться если у меня сядет все на свете закончится интернет закончится все powerbank и все зарядки потому что я так волгаю что я буду очень долго ехать то я буду хотя бы спрашивать где город шван подскажите шван друзья так сейчас надо найти подходящую парковку потому что машина будет стоять беспризорно целый день так чтобы она не сильно привлекала внимание и то же время чтобы ее можно было потом найти что-то я недооценил городишко большой город и тут вон халбанхоф вокзал вот я думаю припарковаться на вокзале и тут нету мест просто нифига себе это какой-то несчастный городишко и тут у вокзала нету мест вижу одно место это бесплатная парковка ну альтышо или куда кто и здесь вообще куда поехал удивлен все друзья короче если что моя машина стоит на у вокзала в горе на вокзале в городе шванг и навигация схватила навигацию показывает 58 километров блять какие 58 71 это очень много это очень много хотел стараться не материться в видео но что-то прямо я был удивлен я вообще сегодня не собирался с утра не собирался ехать столько много на велосипеде показывает 71 километр это просто до центра мне еще весь швыри надо проехать в общем это будет все 150 крылья не беру ну нахер блять возьму только инструмент и воду у меня рюкзак просто огромный 150 км ехать с таким ветрами я сейчас сделаю пробную вылазку не знаю как пойдет может вообще никуда не поеду просто ураган его цветочные тумбы в шване такой себе большой городишка большой ни разу тут не был в общем пауэрбанк показывает где лампочки светятся из пяти это конечно даже меньше половины не знаю на один раз и им зарядить телефон хватит она больше нет в принципе мне больше то и не надо может я слегка преувеличиваю это всего лишь 150 км ну блин прикол в том что я вообще не знаю дороги эти 150 км могут быть серпантином такой неожиданной всякой фигней такой непростой истории одно дело когда ты ездишь просто по прямой по знакомой дороге 150 км ты знаешь что бы там ни случилось ты найдешь дорогу домики лебедя а другое дело когда вообще без понятия как ехать куда ехать как потом возвращаться поэтому чем больше у тебя зарядки тем надежнее посмотрим что еще проверить сколько у меня аккумуляторов для камеры первое ветер опять же в 115 раз и неизвестность чтобы это сильно не пугало это надо хорошо быть подготовленным во-первых физически во-вторых должно быть с собой достаточное количество денег это есть в третьих достаточно еды должно быть и воды это есть в четвертых должно быть достаточно энергии зарядок вот с этим напряг этого немного это есть но не знаю ли хватит ну и в пятых надо быть более мере уверенным в своей технике он тут как бы уверен ну и инструменты должны быть тоже это тоже есть зарядка вот это меня только смущает потому что я включил уже задний фонарь потому что это уже глуп стороны это не там у нас курортный регион велосипедные дорожки здесь уже по ходу придется все 150 км херачить по трассе благо движение здесь абсолютно спокойное не напряженное но фонари должны гореть соответственно их надо будет заряжать вот это дополнительный расход энергии меня смущает одеть очки и наушники потому что надует ветром и то и другое и глаза и уши с бундаш трассе на такую проселочную дорогу довольно утоптанную твердую хорошо ты думал всю дорогу придется по автостраде ехать короче у меня такое впечатление что я в этих всех походах переживаю только за одно лишь бы не проголодаться случайно в дороге еды набрал просто рюкзак проехал пять километров у меня уже шея болит сейчас надо как-то это все раскидать на велосипед по сумкам все эти энергетики все еще еду и раздумываю сколько я смогу сколько я осилил потому что ветер такой что я просто не слышу музыку в ушах так он забывает и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Единственное, что могу сказать свое оправдание Здесь безумно красиво И вообще нет людей Просто один на один с велосипедом и дорогой и природой А если еще в ушах играет в Вивальди времена года Это все это до мурашек Друзья, такой дорогой я буду долго ехать Так что я ехал просто по лесу, через лес, по болоту А сейчас еду по плитам вот таким вот Со скоростью 10 км в час под встречный ветер Мне не хватит не то, что заряда никакого ни на чем Блин Может пауэрбанк купить в Шверине дополнительно Интересно, они уже их заряженные продают, вряд ли 70 км по полям это жестко Без паники, вот уже и дорога появилась Облеплено просто все сливой Вон по всей дороге дикая слива Алыча облеплено усеяно все Друзья, мне кажется, что я забыл в попыхах вас поприветствовать Приветствую вас на канале Алекс Титанов Сейчас Алекс Титанов собирается ехать в Шверин из города Швам В город Шверин, это Германия Земля Меккенбург Форпумен Всего должно получиться около 140-160 км Туда-обратно все вместе Вот, блин, просто усеяно Но я их есть не буду, потому что я обычно их наедаю У меня живот потом на дороге болит У меня еды полный, рюкзак на свою надо съесть Еду я в Шверин к Юле Собственно говоря, весь этот мой канал посвящен Юле Я не знаю, правда, как Вот, что конкретно посвящено ей Ну, может быть, что я кого-то своим примером Заражу, заинтересую Как забыл слово Своим примером покажу, что не стоит унывать Пока что только так Только этим он ей посвящен Еду я к ней Вот И канал посвящен тоже ей Слово вдохновлять Вдохновлять Пока что этот канал Единственное, что какую пользу может приносить Что Я, собственно говоря, изначально задумывал Чтобы канал был посвящен Юле И нес добро и позитив Ну, пока что я только матерюсь Раздражаюсь и бурчу Но Мне кажется, что У него есть и позитивная Хорошая сторона Он может кого-то вдохновить Не сидеть с вашей руки Действовать Планировать что-то предпринимать Путешествовать Творить Создавать что-то новое В этом плане, мне кажется, канал уже может приносить какую-то пользу Даже пускай чисто теоретически Потому что его никто не смотрит Но чисто теоретически он уже может в этом плане иметь позитивный Какое-то нести позитивное зерно Лошадки пасутся Ветер сумасшедший просто Половину пути я где-то проехал До Шверина Километров 30-35 Погода не жаркая Абсолютно не хочется пить А в рюкзаке самое тяжелое Это бутылка полтора литровой воды И доза с рисом И как бы надо эту бутылку осушить Но пить совсем не хочется Чтоб меньше вес рюкзака был Потому что он уже мне реально Плечи надавливает И спину Сильно тяжелый Живописная дорога Брусчатая Километров в пять проехал По Унтерстрассе По Дороге автомобильной Сейчас съехал На вот такую вот брусчатку Погода портится Нифига мне это не нравится Не хочу под дождем ехать Прогнозу погоды верить Вообще нельзя Нельзя Писать Писали Не будет Ни готова Дождя Опять зуб давали У меня этих От них зубов уже А он опять Обещается У меня дождевик есть Ну Он не совсем дождевик Так Как нам ехать Прямо И все еще Скорость Пять километров в час Так Можно сделать первый Привал И немножко Сделать легче Свой Рюкзак Рюкзачишку Что-то Надо подъезд С него И выпить Офигеть Он тяжелый Что за погода Даже автобус ездит На шутку В автобусе сидят Чуваки Все Водители Шагает Катя На всех Рюбашках Они что Просто Разлетаются Знаете А еще Такая Раз-давай Раз Приехал Автобус В автобусе Только водители 15 человек Мало Не обижен Есть какого-то мероприятия Все в белом Не тихо Автобус приехал Потом Трактор Потом люди Потом Вот кот куда-то идет Крадет Так Что мы имеем Друзья Что мы имеем Сколько мы проехали Где этот швам Куда я вообще не был Осталось 43 километра Суток 30 километров Поехал Где этот швам Кистров Тархи А вон швам Еще даже чуть меньше Половины Так Зарядка Блядь 23 Ой Опасненько Плохо Плохо-плохо Ветер Ураганский Мах Мах Ткань Спас Что вам сказать Ребята Я уже ездил Когда-то 150 километров И причем Это было Два или три назад Мне кажется Что это вчера Было Это был Мой максимальный Кемометраж За раз Ну тогда Это было Просто по прямой Дороге До конца Фишлендарс Полуострова Все время По велосипедной Ровной дорожке И то Я тогда устал Капец Как А сегодня С той С тем Велотуром Вообще Не сравнись С него Сегодняшний Велотур Потому что Дорога Мне вообще Неизвестна Я То грунты То Автомобильная Дорога То По лесу То Брусчатка И Короче Вообще Не сравнить Скорость Маленькая И плюс Еще и ветер В общем Если я сегодня Смогу 150 км Сделать Не будут Никакое Сравнение С прошлыми 150 Плюс Мне надо Хотя бы 151 Потому что В Страве Сейчас Рекорд 150 Он был Три года Назад Если я Сделаю Меньше То так Он и Останется Мне надо Хотя бы На километр Больше Ностальжия На этой Матрасной Фабрике Работал Офигеть Блять Кепку Слетел Фридант И шайсер Поднял Голову И слетела Кепка О том Какой Здесь Ветер Я Короче На этой Матрасной Фабрике Работал Сука Блять Какого Хуя Ветер Блять Не хотел Материться Ж Ты забыл Вон у меня Мелочь Прямо Высыпалась Фердант Эшайся Дашь Мне да Рассказать Я тут У меня История Душесчипательная У меня Блин С этим Местом Прямо Воспоминания Нахлынули Охереть Это был Год Какой Скажите Мне 215 215 215 215 Год Знаете За такой А я знаю Матрасная Фабрика Альтер Швейнер 2015 Это был Год Я работал От сайт Фирмы Они посылали Каждый день На новое место Работы И Иногда Просто Пару Каждый день Иногда Там на месяц Иногда На полгода Находили Место работы Здесь я проработал Блин Ну не знаю Пару месяцев Наверное Такая Жесткая Тоска Была Здесь Бля Хамуха Это Не Передать Я Устроился На сайт Фирму И Эта Сайт Фирма Мне Дала Такой Маленький Старенький Оп Опель Чтоб Я сюда Добирался Сюда Ехать Было Километров 40 С дома И Тут Ткут Тут Прямо От начала До конца Делают Матрасы Их Ткут Их Все Короче Делают Причем Это Огромная Фабрика Это Большая Фабрика Короче И Я так и не понял До конца Я просто Был на подхвате Там Чуваки Стояли на этих Огромных Ткацких Машинах А я А я Был на подхвате Просто Как помощника Сейчас Объеду Эту Фабрику Это Же Блять Я Больше Никогда Ни Раньше Ни Позже Не Видел Эту Фабрику Никогда Здесь Не Был Там Прямо Я Ставил Машину Вот Там Курилка Была Я Вообще Ни Слово Ни Пол Слово Ни Бельмеса По Немецки Тогда Приезжал Здесь Как Баран Блин В такой Глубокой Депрессии Работал Вляха Муха Я Тогда Только Развелся Переехал Съехал В такой Отдельную Квартиру В такой Клоповник Такой Ваа В забытой Богом Районе Шверина И Короче И Этот Сайт Фирма И Этот И Эта Матрасная Фабрика Это же Где-то Фотки Есть Дома Это Да Хендик На Мобильный Фотографировался Там На этой На этой Фабрике Футболки СССР Блин А кто-то Не думал Что встречу Еще раз Хотя Собственно Говоря В Шверин В какую Сторону Не поесть Что Возле Что В самом Все Всегда Будет Что-то Напоминать Какой-то Я Городишко Заехал У меня Такое Впечатление Что я Здесь Был Что Мы Сырые Были Здесь Еще Развалина Церковь Какой-то Старинный Так Даригация Будешь Показывать Нормальный Человеческий Или Я буду Блукат И Выписненько Я Я Вам Так Скажу Друзья Прошлые 150 Километров Сегодняшние Просто Детский Лебед Потому Что Тут Жише Горки Холмы Бесконечные Заезжаю Всъезжаю Заезжаю Всъезжаю Просто Бесконечные Холмы В прошлый раз Как я ехал Просто Без ветра По прямой Всегда По прямой По велосипед На дорожке Ууууу Я уже не уверен Что я с шафт Ti Смогу У них Тут Парк Красивый Ничего себе с фонтанами, альтышведен, шлёсхазенвентель, шлёс парк. Что за город вообще? Что тут так красиво? Что там написано? Штенбергер, Зеланд. На автобан снизу. Биттешн. Даже не знаю, что это за автобан. Что это за мост такой огромный? Даже не в курсе за него. Ничего себе. Да, он огроменный. Огромный мост. Кто ты? Я тебя не знаю. Я тебя не видел никогда. Вот ты 10 лет здесь жил. Ого. Впечатляет, впечатляет. Можно констатировать, что уже поднадоело ехать мне. Тем более, без музыки, без наушников, совсем скучно. Подключил я все приложения, все гареты, наушники, блютуз, блютуз, блютуз. Как он по-русски? Все подключал максимально, чтобы шпарывать, экономить заряд хэнди. И сейчас еще хочу настроить, чтобы рабочий стол не был таким ярким. В основном-то садится батарея из-за рабочего стола, что он светится слишком ярко. Сейчас меня настроил. Теперь наизменить из-за этого нехватки электричества. Потому что сейчас все сядет, а обратной дороги я не знаю. И без навигации я хрен доеду, хрен найду машину. Все почему? Из-за своей беспечности. Сука, у меня два пауэрбанка дома. Возьми же, блин, заряди. Нет, я так редко езжу эти бреветы, бреветы. Так редко езжу далеко, именно конкретно далеко. Что, блин, вообще не туда, не подумал. Так, тут уже просто песок один. Ома, лежит кирпич, просто пауэрбанк. Кирпичная, не знаю сколько ампер. Там просто можно зарядить, чертовы, там месяц у него заряжаться всем колхозом. Ладно, окей, он тяжелый. Ну, блядь, хотя бы вот этот, который я вожу в велосипеде, возьмешь, заряди. Нет. Ман, ман, ман. Короче, я уже подъезжаю к Шверинерзее, его внешней части озера. Чисто физически, вообще на изи. Проехал где-то километров 55-60. Вообще, хорошо себя очень чувствую. А вот психологически и дороги просто не привык я ездить. Вот чтобы было 50% вот таких вот дорог проселочных, грунтовых, непонятных. Вот оно, Шверинерзее показалось. Вон, скайферы или каких-то на скай, 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 скайтеры. Короче, катаются на своих досках. Шверинерзее. Вон там уже Шверинерзее. Альте Шверинерзее. Дождь пошел, я уже одел куртку. Скукота. Наушников нету, отключил, музыки нету, книжки нету. Приходится экономить. Уже думал, обратно поворачивал. 60 километров проехал. Туда-сюда будет 120, уже как бы немало. Но осталось тут каких-то километров 15. И, блин, я так ехать не ехать. Потому что 15-то это 15, туда-сюда это 30, а это уже серьезно. Ну, в общем, еду, пока. Опять кепка слетела. Причем слетела на горке. И я одной рукой не успел тормозить и проехал еще не только 20. Сейчас он велосипедист ездит и сюда. Мой велосипед сейчас будет валяться от ветра стопудово. Или? Или нет? Или подождешь меня? Ждет. Надо с Костяном добазариться. И этим летом покупаться в Шверинском озере. Как-то катануть на велосипедах. Вот это то скучно без музыки. В общем, я когда выезжал, случайно, случайно клянусь, прочитал краем глаза. Там в Фейсбуке такой чей-то пост негодование. Причем не перепост, а пост. Пост именно. У счастливого человека нет времени себя фотографировать. Ну, согласитесь, если человек счастлив, то ему не до этого. Блин. А как это, как это, в чем это заключается? Это какое-то такое тотальное счастье, что у тебя нет времени на фотографирование. Это так счастлив, что у тебя нет секундочки сфотографироваться. Я как по себе заметил, по себе скажу, что мне наоборот, у меня когда хорошее настроение, когда приподнятое, когда я вижу цель, мне наоборот хочется поделиться с миром своим позитивом. Поделиться своим хорошим настроением, своими успехами, своими планами. А когда плохое, скверное, это, как правило, от физической усталости, то мне наоборот не хочется ни фотографировать, ни выставлять, ни постить, ни с кем не общаться. За свою ракушку быстро спрятаться и никого не видеть, не слышать. Поэтому, мне кажется, это вообще вот это бред полный, ничего общего с счастьем не имеет. Вот, вот, и счастье это вообще такая эфемерная субстанция, что вообще о чем-либо говорить, что фотографируется или не фотографируется, есть время или нет. И вообще такая относительная эта вся история, что, блядь, ну нравится тебе фотографировать сам себя или что хочешь, не нравится мне фотографировать. При чем за счастье? При чем за счастье? Прикол в том, что я вообще не хочу ездить. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Надо что-то у них купить, а я есть вообще не хочу. Во-вторых, надо там как минимум час просидеть, чтобы что-то зарядилось. И в-третьих, не факт, что у них есть, что они дадут зарядку. Короче, план такой себе. Все, разворачиваться отменяется. Я вижу уже швырин. И уже как бы нет смысла. Это уже ничего не спасет. Телефон все равно сядет. Доеду я до Юли или нет? Или поверну прямо сейчас? Это уже ничего не спасет. Да, это лишний час, но это уже роли не сыграет. Короче, я сейчас поеду к Юле. Потому что там еще цветочный магазин, я надеюсь, открытый. А на обратном пути заеду здесь дёнерную. К туркам, или кто они там. Куплю дёнер и попрошу зарядить телефон. И пауэрбокс. По крайней мере, так может быть, я успею цветы купить. И еще и аппетита нагуляю. Потому что сейчас прямо есть. Нету аппетита. И еще и цветочность закроется, пока я буду сидеть заряжать. Такой вот план, друзья. Делаю еще другой план. Я сейчас заеду в эту дёнерную. Куплю у них дёнер с собой. И оставлю им пауэрбанк заряжаться. И поеду к Юле. То есть это час-полтора. И на обратном пути заберу его у них. Главное, чтобы они не закрылись. И спросить, до скольки они работают. Ставлю свои секреты заряжаться. Я заказал дёнер вам с курицей. Сейчас я вам здесь поил. Отключил им всю. Светомузыку здесь поставил. Лучше я беру заряжаться. Не знаю, может, как-нибудь оставлю. Тоже на обратном пути заберу. Стремно, конечно. Но тогда я буду идти хереберафи. Если это все оставлю здесь заряжаться. Короче, поел я дёнер, хоть и есть не хотел. Ну, чтобы уже не нагреть. Надо было что-то заказать. Ну, и дёнер у них шикарный. С курицей нечасто сейчас встретишь. И оставил оба свои гереты. Оба своих. Короче, пауэрбанк и хэнди. И телефон мобильный тоже там оставил заряжаться. Отключил его рекламу. У него такая светодиодная реклама была включена. Я даже не стал его спрашивать. Думаю, блин, сейчас долго объяснять. Просто взял, отключил и всунул туда свой телефон. Сказал, что через час приеду, заберу. Сейчас полпятого, в полшестого приеду, заберу. В общем, я буду где-то до машины ехать только до часов 10 вечера минимум. Главное, если у меня пауэрбанк будет заряжен, то это, конечно, уже совсем другое дело. Тогда даже музыку можно будет слушать.